Культивирует, молодцы. Интересно, что-то сейчас изменится. И вообще, что может измениться в этой ситуации? Наверное, как-то надо нацепиться с самого начала. Вот единственное, как мне кажется, что если варианты могут появиться у Трюмова, то если именно он завяжет борьбу, может быть, даже поведет где-то чуть-чуть, тогда есть шанс. Если это будет в таком, развиваться в событии в спокойном, то, я думаю, шансы Руслана Култаева повыше все-таки, мне кажется. Что-то там мячик поменял. Сейчас ударят несколько раз. Вот, я правильно говорю, надо, наверное, все-таки, конечно, если поведет Трюмов, тогда какие-то шансы появятся. Так, это по-пижонски сделал топ, сколько я. Ну, кажется, никого он этим не удивил. Один-два. Саша молодец, борется, бегает. Себя заводит на борьбу. Ну, наверное, в его еще непродолжительной биографии, наверное, не так много крупных соревнований, тем более в таком зале. Расстраиваться, наверное, не стоит уж так, хотя дети, они эмоциональные, там еще. Это мы уже видели, да, с вами? Чередует подачу с нижним и с быстрой боковым марсланом. То есть, ну, по-моему, это сейчас хорошо, конечно, он встретился. Жалко Сашу, я не говорю, когда он так вот плачет. Хотя, в принципе, счет нормальный. Счет нормальный. 5-5. Играет хорошо. 6-5. Вперед выходит спортсмен Аспергизин. Уже на два очка, по-моему, провел 7-5. 8-6. Имеет преимущество при своей подаче. Руслан, надо сказать. Вот под караулок привыкает. Она, в принципе, подача-то у него. Она крутится неплохо, но, в общем-то, она не сильно замаскирована. Вот сейчас, причем я обратил внимание, что он первую подает более с нижним вращением, а вторую уже подает с верхним. По-моему, второй или третий раз уже в этом сети на этой подаче ошибается. Но, тем не менее, счет 8-9. Вот мы видим, что практически равна игра. 10-8. Вот опять подача с верхней. То есть, сейчас кто этим пользуется. И снова выиграл. По-моему, с тем же счетом 11-8, как и в первой. И 2-0 впереди. Руслан Полтаев. Перерыв.